МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире. Преданный гражданин Республики Западная Армения награжден орденом по ГОСА НОПАРА. Арцахцы опасаются, что, приняв гражданство Восточной Армении, перспектива возвращения в Арцах может быть сокрыта. Артак Бекларян. Правительство США сократило финансовую поддержку Баку. Исламизированные армяне. Армянская идентичность. Культурный геноцид. Музыка под сводами сурдки Ракоса. Согласно указу 91-2022 года первого президента Республики Западной Армении Армейна Кабрамяна, преданные граждане Западной Армении награждаются гражданским орденом по ГОСА НОПАРА. Орден вручается лицам, которые активным участием и преданностью внесли свой склад в становление и развитие Западной Армении, в частности, в области культуры, дипломатии, спорта и прочих областях. 14 марта 2024 года вице-президент Республики Западной Армении Симон Тарунян награжден гражданским орденом по ГОСА НОПАРА. Утверждать, что арцахские армяне не хотят принимать гражданство в Восточной Армении, чтобы не служить в вооруженных силах Армении, абсурдно и опасно. Бывший госминистр Арцаха Артак Бегларян отметил в своем микроблоге, что с октября тысячи арцахцев хотели поступить на военную службу, но им отказывали, вынуждая принять гражданство. Уверен, что при необходимости, независимо от правового статуса, подавляющее большинство арцахцев возьмутся за оружие и защитят армянскую родину. В ближайшие годы число парней призывного возраста среди армян Арцаха не превысит несколько тысяч. Следовательно, непонятна логика аргументации Пашиняна. Тогда почему остальная часть народа не желает принимать гражданство, если в их семьях нет сыновей призывного возраста? Фактически, помимо опасений социального характера, подавляющее большинство опасается, что приняв гражданство восточной Армении, перспектива возвращения в Арцах может быть закрыта. Поэтому, если вы хотите, чтобы народ Арцаха массово принял гражданство Республики Армении, то необходимо обеспечить политическое требование и шаги Армении по нашему коллективному возвращению. Арцахец хочет жить в Арцахе безопасно и достойно. И не стоит ставить эту возможность под дополнительный удар. Необходимо быть очень осторожными, чтобы не способствовать дополнительным негативным настроениям в отношении арцахцев, избегая беспочвенных и искусственных обобщений. Правительство США сократило финансовую поддержку Баку на 2 миллиона долларов. Однако, Вашингтон не уточняет, связано ли это решение с 907-й поправкой, запрещающей военную поддержку Баку, передают агентство Туран. Ссылаясь на заявление заместителя госсекретаря США Рича Верме, СМИ отмечает, что на следующий год правительство США намерено выделить 12,5 миллионов долларов США, что, по словам чиновников, включает поддержку экономического роста и расширение торговли, возможностей обучения английскому языку гражданского общества и независимых СМИ, а также организации, защищающих права человека и мер достижения в регионе диалога и доверия. Раздел 907 Закона о поддержке свободы, принятого в 1992 году, запрещает Вашингтону оказывать военную помощь Азербайджану. Но после террористической атаки на Соединенные Штаты 11 сентября 2001 года президенты Соединенных Штатов до сих пор приостанавливали действия резолюции в целях проведения контртеррористических операций. В этих операциях территория Баку также использовалась для поставок в Афганистан. Однако после вывода американских войск из Афганистана азербайджанский фактор ослаб. В этом году запрет 907 пока не снят. Среди насильственно обращенных армян происходят различные процессы, некоторые из которых заслуживают особого внимания. К их числу относятся повторное принятие христианства или обращение в религию. Также проблема находится в центре внимания различных турецких структур и в этом направлении ведутся работы. В частности, по инициативе турецких властей в последние годы было проведено тщательное исследование отказавшихся от ислама и принявших в другую религию граждан, в основном принявших крестьянство. Проблема также рассматривалась в контексте активизации миссионерского движения. Представлено, сколько домов в оккупированной Западной Армении превращены в церковь и функционируют, сколько евангелий было роздано людям и т.д. Этим была предпринята попытка ответить и на довольно активно обсуждаемый вопрос, принявший христианство турки, что привело к следующему выводу. Подавляющее большинство сменивших не турки, а коренные жители армяне, оккупированные Западной Арменией. Основа единой идентичности амшенцев-мусульман Разделение восточных и западных амшенцев в значительной степени основано на языковом факторе. Язык – один из важнейших показателей, определяющих идентичность. Однако в случае восточных и западных амшенцев этого критерия недостаточно, чтобы квалифицировать группы как разные идентичности. Причина в том, что остатки языка группы, определяемой как западная амшенская, нашли место в турецком языке. Помимо этого, у них с восточными амшенцами общее воспринятие прошлого и общие культурные ценности. Данных о том, когда исчез язык амшенцев западной группы, недостаточно, но некоторые свидетельства позволяют делать предположения. Одним из свидетельств Рудегера Беннинга Хауза является цитата географа Карла Риттера. Среди них, как и в древние времена, все еще сохраняется христианская культура. Лишь внешне они следуют пути Корана. Это свидетельство относится к середине XIX века. Несомненно, в амшене проживают люди, которые никогда не говорили по-армянски. Как известно, в османский период в амшене проживали и другие семьи. Следовательно, амшенцы, являющиеся отдельной идентичностью, и жители, называемые амшенцами, жили вместе в этом географическом регионе. Взаимодействие и напряженность между приезжими и местными жителями являются предметом другого исследования. Остановимся на одном примере взаимодействия. Документ периода правления Абдулгамида II, который, как говорят, был заказан Ходжаоглу Тейяром, Седзироглу Дурсуном, Дзубиоглу Исмаилом, свидетельствует о том, что некоторые семьи, проживающие в этом районе, и несколько семей, поселившихся после русско-турецкой войны, были мусульманскими. Следовательно, местные руководители должны были действовать с учетом этого обстоятельства. Азербайджанцы, вероятно, уничтожили армянский хачкар XIII века в селе Царь Шаумянского района Арцаха, сообщил научно-исследовательский центр по историко-культурному наследию при Минобразовании Восточной Армении. По данным центра, ссылающегося на опубликованные в интернете фотографии, азербайджанцы разрушили в селе мемориальный комплекс, посвященный памяти армянских военных, погибших в ходе Арцахской войны. Также в селе исчез хачкар 1224 года. Реконструкция церкви Сур-Киракос символизирует нечто большее, чем возрождение храма. Идея восстановления церкви, которая долгие годы оставалась без внимания в различных руках, была воспринята с недоумением. Некоторые говорили, для чего реконструировать церковь, в которую не ходят люди. Мы увидели, что с открытием церкви появилось и объединилось много армян. Это стало победой для тех, кто поклялся восстановить церковь. В последующие годы Амит Тикаранакерд был заброшен на руины гражданской войны. Эта беда не обошла и собор Сур-Киракоса. На этот раз в городе был собран более серьезный потенциал, чтобы остановить разрушение и осквернение, после чего храм был отреставрирован и освещен. Сегодня Сур-Киракос – это место молитвы и культурный центр. Армянский композитор и музыкант Степан Епримян представил избранные образцы армянской музыки на специальном концерте. Во время программы под названием «Запретная серенада» были спроецированы видеоклипы о всеармянских событиях последних лет, что придало еще больше блеска музыкальному концерту. Во время концерта прозвучали произведения комитаса в ортопеде Саята Новы и Арама Тиграна. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Сур-Киракос – это место молитвы и культурный центр. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!